Люди приручили лошадей примерно 5-6 тысяч лет назад. Первыми, кто это сделал, стали жители нынешнего Казахстана. Именно они начали употреблять мясо лошадей в пищу и заложили основы верховой езды. На данный момент на нашей планете существует 7 видов лошадей, и несколькими из них являются зебры. Не казалось ли вам странным то, что люди обычно используют для езды только обыкновенных лошадей? А ведь зебры, казалось бы, практически ничем от них не отличаются. За исключением черно-белых полос на теле. На самом деле люди много раз пытались приручить зебр и использовать их как средство передвижения. Но эти животные обладают несколькими важными особенностями, которые не позволяют им сдружиться с людьми. Кто такие зебры? Зебры являются близкими родственниками лошадей, но сильно отличаются от них по характеру. Они гораздо агрессивнее, и такое поведение им жизненно необходимо. Они обитают исключительно в жаркой Африке на открытой местности. Рядом с ними живут опасные хищники вроде львов и гепардов, которые приходятся им главными врагами. Так что зебры постоянно находятся на чеку и за долгие годы выработали весьма нервный характер. Их не то что сложно приучить, к ним даже сложно подойти. Ведь при любой непонятной ситуации они начинают убегать. Но несмотря на это, попытки их одомашнить предпринимались много раз. Почему зебры не домашние? Одними из первых, кто попытался приручить диких зебр, были приплывшие в Африку европейские колонизаторы. В 19 веке они приплыли в новые земли, и первой проблемой для них стало отсутствие лошадей для быстрого передвижения. Обычно лошади спокойно бегают по лугам, и даже диких особей, при желании можно сделать домашними. Но африканские зебры пребывают в постоянном напряжении, и в случае опасности вступают в схватки даже с опасными хищниками. В этом им помогают острые клыки и прочные копыта. В общем, даже если к зебре удастся близко подойти, любому человеку не поздоровится. Вдобавок к этому, чтобы животное могло стать домашним, оно должно соответствовать четырем требованиям. Быть способна размножаться в закрытых условиях. Питаться разной пищей, даже остатками от человечьих завтраков, обедов и ужинов. Быть способна соблюдать иерархию внутри группы. Иметь малоагрессивный характер. Зебры не соответствуют ни одному из этих параметров. Даже размножение в неволе может даваться им с трудом. Они живут группами, но никакой иерархии в них нет. Такой образ жизни просто позволяет отпугивать и запутывать хищников. А умение животных соблюдать иерархию очень важно, потому что так у человека есть шанс стать лидером. А об агрессивном характере я уже упомянул. Отличия зебр и лошадей Помимо всего этого, зебры не подходят для верховой езды из-за строения своего тела. Рост обычных лошадей равняется примерно 180 сантиметрам. Они почти такие же, как взрослые люди. А вот рост зебр очень маленький и достигает максимум 150 сантиметров. Скакать по полям на таких животных явно было бы очень неудобно. К тому же зебры физически не такие сильные, как лошади. Так что кататься на них могли бы разве очень легкие люди? Но что будет, если запрячь зебр в карету? Допустим, человеку каким-то образом удалось задобрить этих животных. А действуя вместе, они вполне могут тянуть за собой тяжелые грузы. Однажды это удалось сделать британскому банкиру Лорду Уолтеру Ротшильду. Чтобы впечатлить людей, в один день он обучил зебр тянуть карету и катался на ней возле Букингемского дворца. Впрочем, то, что это ему удалось, не значит, что зебры подходят для такой работы. Он был зоологом и однажды даже катался верхом на слоновой черепахе.